Привет, ребята! Это Мэтт Корр и курс ControlPaint.com. И сегодня мы поговорим с вами о том, как рисовать в фотошопе кожу. Скорее всего, большая часть вашей практики это рисование вот таких вот цельных массивных объектов. Да, каменная статуя похожа на человека, но вот сам камень по характеристикам он очень отличается от кожи. И вы знаете, основное различие в том, что свет проникает в человеческую кожу и рассеивается в ней. И это смягчает тени и придает им цвет и окрашенность. А на статуе из затененной участки это более темный вариант освещенной поверхности. Вот здесь у нас изображение сайта TechDemo, на котором хорошо видно, как свет смягчает тень. Как видите, цвет кожи в тени немного насыщеннее. То есть в тени и на свету видны различные тона. На следующем примере этот эффект подчеркивается еще сильнее. Когда яркий свет проходит через тонкую человеческую кожу, например, на ушах или на носу, то можно увидеть яркий красный свет. Разумеется, со статуей вообще бы такого не произошло. И если посмотреть на картину Рембрандта, то можно увидеть, что на различных участках кожа меняет цвет. То есть у тени может быть один основной цвет, у полутона другой, а у бликов освещенных участков третий менее насыщенный. Картина Рембрандта смотрится так реалистично, потому что он уделял чрезвычайное внимание даже малейшим изменениям тона кожи. У меня нет какой-то своей секретной техники рисования кожи. Это непростая тема. Но первое, что вам нужно сделать, чтобы научиться рисовать кожу, это внимательно смотреть на примеры и наблюдать за кожей. Давайте посмотрим простой шар с несложным освещением. Но при помощи функции карта градиента в фотошопе я могу заменить оттенки серого на цветные тона. Давайте с вами быстро посмотрим на работу этой функции. Фотошоп делает всю тяжелую работу за нас. Он сам применяет градацию в тех участках, где у меня были оттенки серого. Чтобы изучить этот эффект воздействия света на кожу, я сделал скриншот из фильма «Крестный отец» The Godfather. И также я сделал классический черно-белый кинолентой мальтийский сокол The Melted Falcon. Моя цель – воссоздать цвета слева скриншота на правом. И вот результат моей первой работы. Как видите, я придал цвет не только кожей персонажа, но и всему изображению. Но тем не менее, я постарался очень аккуратно передать изменение тона при переходе от освещенного участка к затененному. При работе я использовал функцию карта градиента. Вот тут у меня слева скриншот из совершенно другой картины, которая называется «Трон». Перед нами изображение, созданное при помощи компьютерной графики. Это не настоящая персона. Но важно, что освещение очень холодное и отличается от предыдущего скриншота. Это отличный материал для использования той же самой техники окрашивания. И вот я постарался очень аккуратно передать рассеивание и переход света в тень. В этом случае тени получаются очень холодными, но полутона немного теплее. И, наконец, блики и освещенные участки на коже вновь холодные. Я постарался учесть эти детали, когда использовал градиент. И вот этот градиент я использовал во время колоризации. Теперь, если сравнить два этих градиента, станет видно, что они отличаются друг от друга. И это указывает на очень важную особенность кожи. На изображении у кожи никогда не будет одного единственного тона. Тон всегда будет меняться в зависимости от освещения персонажа. Если у вас проблемы с рисованием кожи и света все никак не подходят, сделайте паузу и попробуйте выполнить это упражнение. Найдите такие черно-белые скриншоты из старых фильмов, чтобы на переднем плане было видно лицо. И затем попробуйте воссоздать градиент кожи так, чтобы он соответствовал цвету с другого скриншота. Это может и не быть настоящей картиной, но для вас очень важно научиться смотреть на кожу и цвет критически. И если вы научитесь критическому наблюдению, то рисование кожи перестанет для вас быть, для вас станет только лишь делом техники. Во второй части, которая выйдет позже на этой неделе, я поговорю о подробной технике, которую можно использовать при создании иллюстраций. Спасибо за ваше внимание.